13.07 в Кирове. Начинается программа. Хотела сказать особое мнение, но это не особое мнение. Сегодня, вопреки обыкновению, это интервью. Интервью не с одним гостем, а сразу с двумя гостями, которые уже в нашей студии. Это Антонио Джеузе, доктор философии, эксперт в области искусства новых технологий, исследователь российского видеоарта. Добрый день. Добрый день. Дарья Ткачева, начальник регионального отдела Волговятского филиала Государственного центра современного искусства и руководитель проекта «Город в движении». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как слушатели могут догадаться, мы, конечно, про «Город в движении» будем говорить. Сегодня очередное мероприятие проекта в 7, по-моему, часов вечера в корпусе инженериум Вятского госуниверситета. Это на улице Преображенской. 41. 41. Будет лекция нашего гостя Антонио. Моя моя, да. Да, Антонио. Антонио приехал буквально, ну, час, наверное, полтора назад в наш город. Вы в первый раз в Кирове? В первый раз в Кирове. Я хотела пошутить, что вообще сейчас не лучшее время для посещения иностранцам нашего города, но вы, я так понимаю, в России живете уже долгое время, и, наверное, привыкли к весенней распутиться. Да, вот теперь, да, 14 лет уже живу в России, в Москве. Солнце сегодня, что вы говорите, прекрасный день. Ну, хороший день, прекрасная погода, но, конечно, Киров менее благоустроенный город, чем Москве. И, может, непривычного человека немножко так в такое состояние странное ввести. Но я думаю, что в нашем городе больше хорошего, чем плохого, как и в любом, наверное, российском городе. Поэтому вы останетесь довольны поездкой к нам. Я напоминаю, что на нашем сайте можно по-прежнему задавать вопросы гостям через форму анонсов. Файхакирова.ру. Пожалуйста, заходите, если что-то интересует по ходу эфира, говорите, мы следим и будем задавать вопросы. Ну, поскольку мы сегодня говорим о видеоарте, наверное, надо нашим слушателям рассказать, что это, вот, и такое ли вот это далекое явление от обычного человека. То есть люди думают, что вот видеоарт – это что-то вот такое, вот очень прямо где-то вот там в сферах искусства далеких, а в обычной жизни мы с этим не сталкиваемся. Это так или не так? Боюсь, что и так, и не так. Так, расшифруйте. Смотрите, видеоарт имеет свои корни исторические. Это все началось 50 с копейками лет назад, когда появились первые видеокамеры. Это совершенно новые, то есть, разумеется, инструменты это не являются искусством. То есть, но инструменты это значит, что это новые формы искусства. Но когда появились видеокамеры, то есть, это тогда еще аналог, это магнитная лента, появились новые возможности для художников. Объясняю. Смотрите, для художников всегда была такая большая мечта показать в помещении искусства в настоящее время. Ну что, какие у них были возможности? Зеркало, толка? Или какая-то форма перформанса, театр? И достаточно подключить видеокамеру к телевизору, и вы видите здесь и сейчас. То есть, кино и фотография. Как известно, факт смерти, потому что это все-таки знак прошлого. Пахнет смертью, я не говорю, как это плохо разумеется. Но это все-таки знак прошлого. А видео дал художникам, возможно, показать на стоящее время. Сегодня достаточно включить мобильный телефон, ставить в режиме не фото, а в режиме видео. И вы видите здесь и сейчас. Вот эта энергия здесь и сейчас, особенно вторая половина 60-х, когда появились в первой камере, это то, что искусство требовало. Это новые формы искусства. Это новые движения. Мы идем вперед. За плечом ужасная травма, война. То есть, другие люди тоже другие. Люди уже пережили очень много. И очень важно новые формы искусства, где ты чувствуешь свое участие. В этом моменте появились и мои видеокамеры. Смотри, портативные инструменты, ты можешь все сам. Мне нужны большие деньги, чтобы делать твои работы, чтобы снимать. Независимо от этой системы, там, рынка, кураторов, галереи. У тебя есть твоя маленькая машина, ты можешь сам снимать. То есть, исторически, возможно, снимать, возможно, все делать сам. И не стоит дорого. Кино ужасно дорого, мы знаем до сих пор. И, как я сказал, в последнее время, это было именно для художника очень важно. Поэтому мы это принимаем, как реально новую форму в искусстве. Но это не идет отдельно. Это не какой-то сфере в зоопарке. Это часть современного искусства. То есть, это внутри этого движения. Остается вопрос, как далеко от людей. Но искусство, живопись, график, неважно. Делают только художники. Поэтому это, да, любой человек может взять кисточку или карандаш и что-то нарисовать. Любой человек может нажать на кнопку «рек» и что-то снимать. Но искусство получает только художник. Поэтому далеко, в смысле, что если человек не художник, это надо все-таки... Я даже не знаю, как определить художника, как можно определить художника. Это какой-то дар, скорее всего, от Бога или от кого-то. То есть, это уже что-то, которое есть внутри человека. И тогда он делает искусство. Уже не важно, если это живопись, скультура или видеоарта. Поэтому далеко от человека в смысле, что я не художник. Я не могу создавать видеоарта. Но я теоретик, я искусствоведик, куратор. Я могу оценить и могу... Что хорошо и что плохо, да? Вот вопрос. Чем все-таки видеоарты и произведения в жанре видеоарта отличаются от обычного информационного ролика или сюжета, снятого на ту же самую камеру? Время. Время это как... Смотрите, видеоарты, когда я говорю время, конечно, любой человек может снимать видео. Это тоже время. Но это как ты живешь, когда ты смотришь. Как человек-средитель смотрит. По-большому, что давайте только... Можно так и поделить. Когда работа задает вопросы, и составит тебя думать, это и есть искусство. Вот в этом есть сила искусства. То, что ты отношений к работе не пассивно, а активно. Ты смотришь, вот это отличие даже от кино. Представь себе большой зал, да, в темноте. А вы плакаете. Вы внутри истории. И так устроено кино, да? Вы рады, что вы тратили эти деньги за билет, плюс купили шпорт или начус. Вот. Видеоарты предлагают расстояние. То есть ты чувствуешь твое присутствие, когда ты смотришь. Поэтому любой... Простой человек, когда снимает что-то на видео, скорее всего, нет искусства внутри. Есть какой-то документ, видео или что-то. Просто фиксация. Просто фиксация или какое-то что-то, которое все-таки не оживляет, пока человек смотрит. Понимаете? Любой человек смотрит. Это то, что ты начинаешь именно думать о сообщениях, которые есть внутри работы. Поэтому это важно, что это художник. То есть ищешь смыслы какие-то, да? А без этого нет искусства. Внутри. Антонио Джеуза и Дарья Ткачева в нашей студии. Мы сделаем небольшую паузу, буквально полминуты, и мы снова в студии. Продолжаем интервью с нашими гостями. Дарья Ткачева, начальником регионального отдела Волговятского филиала Государственного центра современного искусства, руководителем проекта «Город в движении» и Антонио Джеуза, доктором философии, экспертом в области искусства, новых технологий, исследователем российского видеоарта. Но мы вот здесь в перерыве продолжили разговор о том, чем видеоарт отличается от просто видеоролика или видеоклипа. И Дарья говорит, что дело еще в задаче, задачи, которые ставит перед собой создатель того или иного произведения. Даша? Да, совершенно верно. Потому что на самом деле современное искусство, оно не существует в отрыве от общества, от обычной жизни. И очень часто бывают ситуации, когда известный видеохудожник может снимать какой-то коммерческий контент или видеоработу для какой-то группы музыкальной. И вот получается, чем отличается работа этого же человека, как видеоработа его произведения художественные, от, например, видеоклипа для какой-то группы. Вот просто задача. То есть какая задача стояла перед этим художником, когда он создавал свою работу. Если это видеоклип, то впереди все равно идет контент той группы, то есть та песня, тот смысл, который заложен был именно в этом творчестве. И видеоклип играет скорее роль такую иллюстративную. То есть он не выступает как самостоятельное. Сопровождает. Да. Если же стоит задача именно создания собственного высказывания художественного, то есть вот это уже делает видеоработу именно произведением видеоарта, как самостоятельное художественное произведение визуального искусства. Вот. И есть вот такой вопрос очень любопытный на самом деле. Кого считать художником? Современное искусство там в лице Йозефа Бойса и Энди Орхола много раз пытались говорить, что вот каждый может быть художником. Любой человек имеет право на 13-му славу, и каждый человек может быть художником. Да ладно, говорилось даже про Малевича. Мы же тоже можем нарисовать черный квадрат, правда? Нет, мы не можем. Мы не можем. Это немножко другое. То, что я имела в виду Малевич, черный квадрат Малевич, это немножко другое. Вот. А имеется в виду, что это может быть не совсем до конца правильно, но, в принципе, обладая пониманием, видением, имея определенную насмотренность, четко изглаза и так далее, то есть, по-большому счету, это специального какого-то образования художественного для создания видео-арта. Я не знаю, есть ли оно вообще. Глета учит Антонио этим вещам? Или это все-таки человек в процессе работы и опытом? Нет, конечно, можно ответить. Знание это очень много значит, потому что ты все-таки делаешь работу внутри контекса мировое искусство. Это очень важно. Это не что, искусство вне искусства не бывает. Это очень важный момент. И художник, конечно, сознательно делает. И чем больше художник знает об искусстве, Смотрите, я тоже, когда моим студентам всегда говорю, смотрите, у вас есть новая работа, видео или скульптура или что-то, особенно, видео. Окей, представьте себе, на выставке, кто ваш идеальный сосед? То есть, это очень важный момент. Идеальный сосед по размещению работы вашей? Да, да, да. То есть, может быть, от Шагала до Малевича или их друг художника. То есть, мне очень важно понять диалог, как они видят диалог с другими произведениями искусства. Искусство, видеоарты только развивается то, что было уже началось в пещере очень, очень давно. Искусство это одно. Это просто, это разбитие этого. И считать, что новые формы искусства, как видеоарты или даже цифровое искусство сегодня отдельно от живописи, от даже традиционной формы живописи, это неправильно. Потому что знание, историческое, я имею в виду, формы искусства, очень помогает тебе развивать как художник и делать видеоработки. То есть, очень важно знание, контекст образования в этом смысле важно. Другое дело, что не всегда есть возможность у художника учиться в институции, которые преподаются именно в институции. То есть, знание может быть даже, сегодня даже интернет очень хорошие ресурсы. Но это обязательно надо. То есть, если сознательно не делает внутри этого процесса, вряд ли это искусство. Может быть, какая любопытная работа. Вот это в этом смысле не коммерческое. Самое искусство – это не коммерческое дело. Рынок – это второй, третий или четвертый этап. Но не в начале. То есть, если художник делает работу, потому что хочет продавать эту работу, это уже не искусство. Простите. Художник – это искусство, поскольку по-другому жить не может, в том числе и в видео. Потом можно продавать эту работу. Это очень интересно. А как же он жить-то должен тогда, если он… Потом. А потом. Потом, конечно. Есть галеристы, есть другие механизмы, чтобы продавать. Но в первоначале, он не сделает, чтобы это продавать. Даже в смысле в голове… Ну, не возбраняется. Это вопрос задачи. То есть, какая ставится задача. То есть, если в начале задача, чтобы это продать, чтобы это был контент, который был востребован, то есть, это ориентация на какой-то спрос, то есть, задача уже стоит не художественная у художника. А коммерческая. Он уже создает некий ремесленный продукт, декоративный для продажи. А возбраняется делать и то, и то одновременно? Ну, то есть, какие-то вещи делать для искусства, а какие-то деньги делать для заработка? Обязательно. А как вы говорили, надо как-нибудь кормить себя, семью и жить. Действительно, художники знают, где граница. Очень любопитно смотреть на художника, который приходит к тебе, когда ты есть какой-то проект, да, как куратор. И я всегда ценю тех, которые показывают только их работы, и когда, особенно молодой, а я еще как дизайнер это делаю, чтобы показать, что он умеет работать с фотошопом или другим. Мне совершенно неинтересно, действительно. То есть, нет ни умения работать с технологией. Поймите меня правильно. Я не говорю, что дизайн это ниже или выше. Это совершенно другие сферы. Это тоже искусство, как музыкальный клип. Это тоже искусство. Но это другое, чем современное искусство. И надо оценить параметры, которые нужны, чтобы определить качество этих работ. В этом смысле здесь профессионализм тоже важен. Поэтому, да, художник знает, какие работы именно, можно сказать, искренне сделаны. От души. Знаете, есть очень интересные примеры художников, которые даже работают в Голливуде, то есть, даже снимают, даже кино. Кассовые, коммерческие кино. И делаю еще работы для помещения современного искусства. Но они их разделяют. Даже их это бизнес, это арт. В этом есть. Но если человек все начинает мешать, как один салат, тогда это уже, прости, пожалуйста, уже не сильный художник. Винегрет. В России есть такой салат винегрет. Много уксуса, да. Антонио, еще такой вопрос. Скажите, вот если все-таки мы от искусства немножечко как бы приземлимся, да, вот к нашей обычной жизни, предметом исследований видеоарта может быть что? Какая должна быть тема? Понятно, что художник сам определяет. Может быть ли это работа на тему экологии? Может ли быть это работа на тему политики? На тему сиротства, например? Ну, какие-то такие болезненные, да, темы достаточно. Это может быть? Или вот что-то это все-таки отвлеченное? Искусство это часть нашей жизни. Понимаете? Это все, что есть вокруг нас, и это тоже из-за этого художник может делать искусство. Мы решаем художника. Важно, что эта тема для художника была важна, необъективна. Об этом говорит. Экология. Художник, для него, для нее это очень важная тема. тогда работа будет искренняя. О феминизме можно говорить, о политике можно говорить, о любви. О религии, если художник хочет. Почему нет? Можно ли выставлять уже другую проблему? Особенно в России. Проблема. Но это, что говорит, то есть художник свободный, да, разумеется. Говорит, о чем он или она хочет. Это его, ее жизнь. Действительно, здесь нет ограничений с тематики. Но есть несколько вещи, которые получаются потом банальны, более интересны, менее интересны, как это сделано. Разумеется, это тоже недостаточно. А я художник, поэтому я все могу делать. Давайте покажите эти работы, потом обсудим. и здесь у Дали тоже есть очень большой опыт тоже работать в территории. И иногда есть ощущение, что поскольку это просто делать, нажать на кнопку, любой человек может стать художником. Но ведь там еще монтировать нужно. Ну, не обязательно могут быть. Может быть, прямо без монтажа, да? Может, даже без монтажа. Даже низкокачество, даже не обязательно должно быть. То есть такое хоум-видео, особенно в отечественном нашем видеоарте в 90-е годы, когда у художников не было возможности сделать все это качественно, вот эта эстетика хоум-видео, дрожащей камеры в руках, она была такой, она была как эстетика. А сейчас это сохранилось? Частью работы. Или все-таки сейчас качество стало более таким стандартизированным? Я думаю, сейчас появилось больше возможностей, наверное, варьировать. То есть если ты хочешь, если работа требует хорошего качества, ты можешь сделать ее в хорошем качестве. Если работа требует такого воеристского подсматривания, вот это дрожащие камеры, низкое разрешение, то есть если это играет на образ, на эту работу, если это нужно для этой работы, чтобы донести какой-то месседж, сообщение от художника, то это может быть вот так. сейчас огромное количество возможностей технологических и мы в нашем проекте, когда была лаборатория, мы разбирали возможности видео, то мы не требовали ни от кого ни каких-то первоначальных навыков, опыта работы с видео или наличие аппаратуры. Вот есть какой телефон, он как-то снимает, используйте эти возможности. Даже можно сделать это так, что это низкое качество будет играть в пользу работы. То есть тоже будет одной из составляющих именно художественного смысла, да? конечно. Мы сейчас говорим про участников проекта Город в движении, я так понимаю, да? То есть сегодняшняя лекция, Антонио, она предназначена для всех желающих, может подойти любой человек, которому интересен видеоарт, послушать, задать свои вопросы, а завтра у вас будет разбор работ участников, я так понимаю, да? Да, завтра у нас встреча с участниками лаборатории. Действительно, наш проект, он имеет два измерения, то есть с одной стороны, это лабораторная работа с теми, кто хочет попробовать себя как в практике, освоить новый инструмент, такой, как в видеотанец, мы работаем с этим инструментом, с таким жанром видеоарта уже, вот, и с другой стороны, это просветительская программа, которая направлена в том числе на широкую публику, на всех любопытствующих, кто может быть еще не готов практически как-то участвовать, но интересуется. И в этом направлении наша задача показать и дать возможность увидеть, узнать более широкий контекст вот такого явления, как видеотанец, мы включаем сюда и видеоарт вообще, как жанр современного медиа и искусства, и работу художников в городской среде, о чем мы говорили с нашим предыдущим Костом Сартеевым Филатовым, и общей хореографии современный танец и перформанс. То есть много-много различных граней того контекста культуры и искусства, в котором мы работаем с нашими участниками в лаборатории. Сюда же входит еще и мой авторский курс лекций по истории публикарта, по общей истории взаимодействия искусства и художника и городской городской среды. И познакомить, дать возможность увидеть эти инструменты, научиться ими как-то пользоваться, получать вдохновение, какие-то новые идеи для своих работ. То есть если кто-то заинтересуется на наших открытых лекциях, всегда мы есть доступ в социальных сетях, можем написать и присоединиться в том числе к лаборатории, то есть это возможно. Даже сейчас? Даже не на старте проекта. Да, у нас впереди еще как минимум две лаборатории. Я думаю, что наверное стать можно. Хотя вот даже первая лаборатория, которая прошла в феврале, она нас даже наших самих радиоцендоров удивила, что то, какие работы сделали наши участники. То есть у нас уже есть парочка почти готовых работ, которые мы скоро наверное публикуем. Представите. Да. И это действительно удивляет. И это очень интересно смотреть на то, как наши участники смотрят на город, как они используют инструменты видео. Это такой образ города, который он как образ, то есть восприятие. И знаю, что эти люди живут здесь, это более тонкое восприятие, то есть город, в котором ты живешь, в котором ты постоянно находишься. Это очень сложно на самом деле посмотреть, потому что мы привыкаем здесь находиться, мы привыкаем это все видеть, для нас это обычные вещи. Постараться как-то отстраниться и сделать из этого привычного пространства какой-то новый взгляд на это показать, чтобы нам же самим здесь же живущим, для которых тоже все это обычно показалось, что это что-то интересно, буквально до мурашек такое что-то общее уловить. Это очень здорово, что это получается, и мы очень рады, что у нас проект идет и получается даже лучше, чем мы. И развивается, и даже неожиданно вас удивляет. Дарья Ткачева, Антонио Джеуза, сейчас реклама, две минуты, и мы вернемся. Мы продолжаем в нашей студии Антонио Джеуза, исследователь российского видеоарта Дарья Ткачева, руководитель проекта «Город в движении», как раз про проект мы говорим. Буквально еще вот минуточка, небольшой вопрос мой по поводу участников вашей творческой лаборатории, к которой все еще можно присоединиться, давайте напомним, вот это все-таки люди больше молодые или это люди разного возраста? Вообще-то разного возраста, но большей части кажется студентами. Вообще, вот видео, как искусство, наверное, это все-таки молодежь больше интересует людей, которые живут в интернете, выкладывают ролики в сеть, на YouTube, в социальные сети еще куда-то, Антонио, или это не так? Понимаете, мы говорим сейчас о помещении современного искусства, интернете только место, где можно ознакомиться с искусством, то есть вклады в интернете не делают, что это искусство, понимаете, интернет-арт совершенно другая форма. Другая форма. Есть, в смысле, интернет-арта очень важна даже для нас, но все-таки что видео существует в сети, это не делает из этого искусства. Важно это помещенное искусство. Да, много молодых художников занимаются видео-артом, но тоже есть, если думала в России, например, первые работы были сна до 85-го года, и художник был уже взрослым, это Андрей Монастильский. Во времена Советского Союза это еще было даже, да? даже, он был уже взрослым, когда это снимал, это Андрей Монастильский, это наше все, в принципе, в современном искусстве, который первый сделал видеоработу, тоже первая работа историческая, считается тоже на Джон Пайке идут споры, может быть, даже Энди Уоррл, они уже были взрослыми, когда нажали на кнопку и сделали первую видеоработу, поэтому важно здесь, что это начало с художниками, которые уже были художниками, которые уже были, то есть, можно сказать, известными, которые уже пилили как художники, поэтому развивали, еще новые инструменты, можно что-то нового делать. То есть, они своим именем, получается, продвигали новые направления, да? Они видели в инструменте новые возможности, то есть, они поняли, что это, я могу что-то новое рассказать сейчас и делать видеоработу, но я акцент на то, что это решил художник, а не человек, который из улицы делает, он видит, а потом стал произведением искусства, то есть, уже этот художник это сделал, повторяю тысячи раз, столько художников могут делать искусства. Да, человек может стать художником, но это процесс непростой и длинный. То есть, сразу не получится снять? Получится любопитно, но если не развиваешь все это, то есть, понимаете, одна работа, это одна ласточка. Даже если она успешная? успешно, что значит успешно? Я понимаю, что человек художник, когда я вижу пять работ, то есть, есть потенциал, работа с Маладимовым, Дарья, тоже есть опыт, есть много энтузиазм, есть потенциалы, есть идея, энергия, наивность, тоже это плюсы, но подождем, понимаете, это все-таки, я могу сбатить у человека художника, когда есть уже несколько работ, и пока доказано, это доказано. Он должен подтвердить. Да. Он должен подтвердить. Вы понимаете, это тоже, да, в любой профессии, это как профессия, в любом профессии есть это и так, то есть, ты врач, это 6 лет, понимаешь, если не больше, ты в университете уже, они просто так, ну, одна лекция, иди. Раз и художник, да. это тоже, просто с искусства все понимают, принимают это такое, легко, и достаточно иметь оригинальные, там, идеи, и ты уже художник, вы знаете. Это не так. Это действительно, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что, именно с молодыми, ребятами, с молодыми художниками, в этом отношении, вот, сложно понять, потому что, вот, надо дать время и посмотреть в перспективе, как это развивается, то есть, человек, либо может найти, какое-то удачное, как бы, да, вот это оригинальное какое-то свое видео сделать, да, и все, и то есть, дальше, либо вот он постоянно повторяет, повторяет найденную какую-то фишку, его где-то берут, где-то показывают, где-то вроде как, вот он его много-много-много всего, но никакого развития, никаких-то новых решений, никакого-то вот процесса, внутри, внутреннего, своего авторского художества, не происходит. еще важный, я хотела добавить важный момент, чтобы вы поняли правильно, мы, те люди, которые поддерживаем это, мы здесь, чтобы помочь, чтобы эти люди по дороге не потерялись, думая, чтобы по дороге, что ваша задача критиковать, и для нас отбрасывать. Мы такие, то есть, смотрите, вот наш проект, когда мы делаем, да, то есть, мы все участники понимаем, в принципе, что мы, у нас, мы не претендуем на то, что работы, которые сделают наши участники, это прям будет все произведение искусства. Шедевры. Шедевры, да, то есть, люди вот вчера взяли камеру, да, когда-то они там танцевали, то есть, у нас, у нас участников много тех, у кого такой хореографический, бэкграунд, какой-то, да, вот они пошли и сделали в работу в жанре видеотанца. Мы допускаем, что это может быть очень интересное высказывание, то есть, для нас важнее, что это будет некая попытка, что у нас состоится, образного высказывания, образного, на языке художественном, про свой город, про свою территорию, про свое какое-то переживание. Возможно, кто-то из них начнет какое-то развитие в эту сторону. Заинтересуется, начнет развиваться. И никто не скучает, что когда-то этого что-то... Мы изначально понимаем, что сейчас в рамках этого проекта произведение искусства, во всяком, в таком широком смысле, высоком смысле, в таком смысле, создать невозможно. То есть, такой задачи не стоит, стоит задача познакомиться и заинтересоваться. Это такой эксперимент. Хорошо. Еще один проект, о котором мы, конечно же, должны успеть поговорить, это проект «Не Москва», в котором и Дарья, и Антонио принимают участие. Можем ли мы рассказать про него? Ну, у нас есть пять минут, поэтому название «Громкая не Москва» связано, я так понимаю, будет с провинциальной, региональной Россией, да, проект... Ну, я сейчас с Россией. С Россией. Не только с Россией. Ну, это с Россией связано. Я могу начать говорить о проект, региональный директ агрессив в составе РОЗИЗО и руководителя проекта Алиса Прудникова. Действительно, я очень рад, что я тоже в команде, потому что дает мне, возможно, ознакомиться ближе с художниками, которые живут в разных регионах Российской Федерации. И главный целый проект это именно, во-первых, создавать большую сеть контактов, чтобы люди, которые живут в регионах, могли это использовать. То есть это не такой колониальный поход, из Москвы приезжают кураторы, смотрят, что здесь происходит, выбираем это, это, это. Здесь подключены люди, которые хорошо знают регионы, хорошо знают территорию. Их экспертиз, это не обиходимо, очень важно. То есть они работают в проекте, как фильтры, да, потому что хорошо знают территорию. И тоже мост с художниками, чтобы создавать такой большой активной платформы, где потом можно там и выставки организовать, и тексты, да, возможно, для нас еще важно развитие теории. Потому что, понимаете, самая большая проблема, особенно сегодня, что искусство развивается без поддержки о теории, о теории искусства. То есть обычно художники делают, но потом все, даже критиков очень мало. То есть художник, не очень много, но совсем. поэтому мы хотим, чтобы именно создавать такую солидную базу, чтобы искусство развивало в регионах. Очень много, особенно молодых художников, они понимают, что у них нет возможно в городе развиваться, в городе делать. Очень много уезжает. Да, потому что они хотят именно работать, они хотят делать искусство. А проект не Москва, это попытка создавать этот сет, но анализировать и что материал, который есть. То есть главное, здесь еще исторический контекст. То есть изучать территорию не только сегодня, что в последний год было, а историю территории. А очень любопытно, потому что все неровно. Есть города, как Екатеринбург, например, где уже 50 лет есть движение современного искусства. Есть города, где 10 лет, где 3 года. А наоборот, здесь много новых имен. Я считаю лично, даже как иностранец, можно сказать, что это золото России. Георгия современного искусства из регионов, потому что есть энергия, а много чего сделано без никаких цел, участвовать в этом мире. Уже гипер... Какая структура, как это все бьеннале, все это сделано вне этого, а искусство ради искусства. Вот я так могу сформулировать, в смысле, что художники делают это ради искусства. Очень много энергии, видишь, очень неровные даже работы иногда. То есть совсем другие правила, есть художественные жилбы в Москве, где есть больше возможностей показать и делать искусство. Это большой ресурс, поэтому у нас есть большая команда людей, которые именно изучают территорию. Но, опять повторяю, не колониальный поход, а вместе с людьми, которые живут и хорошо знают определенную... Но я так понимаю, что вот эта вот общая база, которая в итоге будет создана через сколько-то лет, она ведь позволит, наверное, одному региону с другим регионом как-то пересекаться, перетекать друг в друга, художники будут обмениваться ее опытом и ездить. Вот эти связи укрепят. Антонио Джейлза, Дарья Ткачева были у нас в гостях. Антонио, я напомню, исследователи российского видеоарта. И сегодня этой теме будет посвящена лекция в 7 часов вечера в корпусе инженериум Вятского государственного университета. Антонио всех кировчан приглашает. Всем, кому жанр интересен, пожалуйста, приходите. Ну а завтра будет разбор работ участников проекта «Город в движении». Я благодарю наших гостей. Мы с ними прощаемся. До свидания. До свидания.